Добрый день! Сегодня с вами Борошков Анатолий Николаевич, главный спасатель Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда. И тема сегодняшнего интерактивного занятия называется «Меры безопасности и правила поведения на льду». Цель – уяснить, как предотвратить беду, как защитить себя от беды на зимних водоемах, что делать, если вы попали в неприятную ситуацию на льду, и как нужно вести себя, если необходимо оказать помощь пострадавшему на льду. Как показывает практика, зимние водоемы не менее опасны, чем летние. Желание покататься на коньках, на санках, наловить рыбы, сократить путь может привести к очень серьезным последствиям, если не соблюдать меры предосторожности на льду. По этой причине в период ледостава на водоемах страны случаются десятки несчастных случаев и происшествий ежегодно. Так, в январе 2015 года в Козелобинской области при переправе через реку Сырдалью провалился автомобиль УАЗ, ну таблеткой его называют. Одновременно погибло пять человек. Если заглянуть в интернет, то можно поразиться количеством несчастных случаев, которые там существуют в интернете. И если говорить про Восточно-Казахстанскую область, то мы тоже не отстаем, несмотря на проводимую профилактическую работу, таковые тоже существуют. За синий период 2015 года, по настоящее время, погибло, провалившись под лед, семь человек. В основном, конечно, это рыбаки, но есть и дети. В феврале, ну, есть дети, я сказал, очень показательный, очень запоминающийся случай произошел в марте 2015 года в городе Семей, когда отец со своей дочкой, 2009 года рождения, с ней была еще и подруга, гуляли по побережью Иртыша. Отец буквально на несколько секунд отвлекся, и этого хватило, чтобы его дочка погибла, провалившись под лед. Девочка, которая, подружка, которая находилась рядом с дочкой, пыталась даже оказать помощь, но детские силы настолько слабы, что у нее ничего не получилось, ничего не получилось. И ребенок погиб. В феврале 2015 года автомобиль Нива, переправляясь по несанкционированной переправе, Васильевской переправе, провалился под лед. Один человек погиб, а троим удалось спастись. На Курчунской переправе 23 января 2016 года степящего бедствия парома было эвакуировано 28 человек. В январе этого же года в населенном пункте Печи Зряновского района из домов, подверженных подтоплению в результате ледового зажора на реке Бухтарма, было эвакуировано 92 человека, в том числе 25 детей. На зимних водоемах Восточно-Казахстанской области насчитывается более 20 несанкционированных ледовых переправ. Что понимается под несанкционированные ледовые переправы? Это необорудованные стихийные ледовые переправы. Уехал, увидел дорогу, поехал. Может проехать, а может провалиться. И таких случаев, к сожалению, очень много. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, несмотря на выставляемые предупредительные и запрещающие знаки, действующие посты дорожной полиции, такие случаи, я сказал, бывают. Почему? По причине очень большой протяженности береговых линий. У нас в области начитывается более 2000 водоемов. И взять все побережья просто не удается взять под контроль. И не очень дисциплинированные водители проезжают там, где им вздумается. И вот что говорит статистика по этому поводу. На сегодняшний день, с декабря прошлого года, по известным сведениям, провалилось 7 автомобилей. Причины гибели на водоемах в зимнее время. Пренебрежение правилами оборудования ледовых переправ. Пользование неподготовленными, несанкционированными ледовыми переправами и маршрутами. Незнание методики определения грузоподъемности льда. Низкий уровень организации и проведения профилактической работы в трудовых коллективах, организациях, учебных заведениях. Особенно с рыбаками-любителями, с рыбаками правословных бригад. Грузоперевозчиками, выезжающими на автомобилях на лед по непроверенным маршрутам. Пренебрежение рекомендации водно-спасательной службы. Ну какие рекомендации? Допустим, положена скорость передвижения по ледовым маршрутам 10 километров. При этом двери должны быть открыты. Это не выполняется. При провале двери, как правило, льдом зажимает, и человек не может выскочить. Человек гибнет. Вот в результате этого и получается несчастный случай. Чтобы не попасть в критические ситуации на льду, необходимо запомнить несложные правила. Во-первых, необходимо научиться определять прочность льда визуально. Но для оценки ледовой обстановки. Лед голубого и зеленоватого цвета считается наиболее прочным. Лед белого цвета имеет прочность в два раза меньшую по сравнению с выше указанным. Лед серый, матовый, а также с желтоватым оттенком опасен. Но в этот ряд можно поставить и лед, на поверхность которого выступает осока, различные кусты, растительность. Он тоже очень непрочный. И такие места нужно обходить. При этом необходимо учитывать толщину льда. Для одиноких пешеходов нормальный лед, крепкий лед, я сказал, с голубоватым или зеленоватым оттенком, толщина льда должна быть не менее 10-12 сантиметров. Но в некоторых источниках встречаются показатели 7-10. В общем-то и там, и там правильно. Но нужно придерживаться таки большей толщины. Почему? Потому что в разных местах содержание солей в воде разное. И, соответственно, грузоподъемность меняется. Для группы людей толщина ледового покрытия должна составлять 15-20 сантиметров. Для устройства катков необходим лед толщиной 25 сантиметров. Особую осторожность нужно проявлять там, где лежит толстый слой снега, имеются трещины, лед покрыт водой. Очень опасно выходить на ледовое покрытие в ночное время. И во время продолжительных оттекелей, что у нас в последнее время очень часто случается. Выходя на лед, необходимо взять с собой снаряжение. Первое. Легкая теплая одежда, не стесняющая движений. А также теплая, легко снимающаяся обувь. Второе. Спасательные ножи. Они продаются в специальных магазинах. Вот. И я попрошу найти слайд номер 7. Вот он. Так, хотя это не тот. Давайте найдем. Вообще не получили ли все. 7, 7, 7. Это не 7. Вот. Вот. Нашли. Что представляют такие ножи? Их можно сделать даже самостоятельно. Это, ну, может быть, пластмассовые, может быть, деревянные ручки, в которых сделаны металлические стержни, заточенные. Для чего они нужны? В случае провала, чтобы можно было упереться или воткнуть эти ножи в лед и оказать себе помощь. Вот. Эти ножи лучше, конечно, здесь тоже показано, чтобы были под рукой, то есть на веревочках, как в детстве. Рукавички, вот тут детишек навешивают. Вот так и ножи. Вот. Ну, металлические наконечники, конечно, лучше защитить каким-то колпачком, чтобы себя не поранить. Веревки, также необходимы веревки, не менее 12-15 метров, с живой петлей. На другом конце желателен мешочек для удобства подачи такого конца при оказании помощи терпящему бедствию на воде. Ну, неплохо, если взять с собой и шест длиной 2-3 метра. Пишня. Пишня необходима для того, чтобы, продвигаясь по выбранному маршруту, проверять грузоподъемность льда. Что она представляет по устройству, эта пишня? Ну, скажем так, это небольшой ломик, часть которой она выполнена в дереве. Дистанция между пешеходами должна быть не менее, если передвигается группа, не менее 5-6 метров. Не нужно проверять прочность льда ударом ноги. Это очень опасно. Перед тем, как выйти на лед, необходимо осмотреться, оценить обстановку, выбрать маршрут движения. Ношу необходимо взять таким образом, чтобы от нее можно было быстро и легко освободиться. Лыжное крепление и лыжные палки необходимо также взять таким образом, чтобы быстро освободиться. Продвигаясь по ледовому покрытию, избегайте мест, где проходит сброс теплых вод промышленных предприятий. Впадают ручьи, бьют ключи, родники, идет заготовка льда. Там, где течение реки наиболее быстрые, имеются перекаты, выступает различная растительность, я сказал, лежит толстый слой снега. В таких местах обычно лед намного тоньше, но и следовательно менее грузоподъемен. Не следует ходить по участку с трещиной. И участок, который отделен от основного массива. На автотранспорте, здесь отдельный разговор, на автотранспорте разрешается переправляться по льду только по специально подготовленным оборудованным переправам. В Восточном Казахстане у нас имеется по документам всего лишь одна ледовая переправа, курчунская, называемая Кызылту. Вот в данный момент на ней работает паром. Как таковой ледовой переправы пока нет. Но если все-таки оборудовать ледовую переправу, то необходимо пользоваться таблицей грузоподъемность, которая утверждена приказом номер 245, приказом министра еще по чрезвычайным ситуациям. Приказ от 21 октября 2009 года. И вот согласно этой таблице, я думаю, что вы сможете потом рассмотреть и пользоваться этой таблицей. Где указана толщина льда для определенных грузов. Вот так, для человека весом 100 килограмм 7-10 сантиметров. Для 500 килограмм, то есть это при минусовой температуре, 15 килограмм. 800 килограмм, но это, будем говорить, человек с лошадью. 20 сантиметров. Полторы тонны, 25 сантиметров. 3,5 тонны, 30 сантиметров. 5 тонн, 35 сантиметров. 6,5 тонн, 40 сантиметров. 10 тонн, 50 сантиметров. 20, 65, 40 тонн, 95 сантиметров. Я подчеркиваю, это при минусовых температурах. Во время рыбалки, продолжим, запрещается на одном месте пробивать много лунок. По окончанию рыбалки следует обозначить эти лунки, чтобы в случае метели, замерзания, в эти лунки не провалился другой человек, который пошел тоже рыбач. И еще раз хотелось бы напомнить о необходимости на рыбалке иметь шнур, веревку длиной 12-15 метров. Рядом с лункой рекомендуется держать шест, доску или большую, на крайний случай, ветку, чтобы при провале под лед можно было вытащить себя самого. Или оказать помощь пострадавшим. Преодолевать водоем нужно по оборудованным переходам. Если вы, ну что имеется ввиду, оборудованный переход, это место, которое постоянно проверяется. Проверяется на предмет грузоподъемности. Если началась метель, на этот случай имеются вешки или флажки. По которому можно ориентироваться и не сбиться с пути. Продвигаясь по выгодному маршруту, проверяйте крепость льда ударом пешни или палки. Если после первого удара появляется вода, то необходимо остановиться и скользящим шагом уйти в обратном направлении. Почему в обратном? Потому что там лед уже обробован и вероятность того, что вы провалитесь меньше всего. Нахождение в ледяной воде крайне опасно. Даже 15, 10 даже минут, бывает даже и меньше, достаточно для того, чтобы человек погиб. Но на моей практике очень много случаев, когда человек, даже спавшись, даже выйдя на поверхность из ледяной воды, погибал. Потому что от переохлаждения останавливалось сердце. Ну все, очевидно, видели фильм «Титаник», где погибла масса людей. И погибла не от того, что утонули, а потому что замерзли, потому что остановилось сердце. Ну и вот даже в нашей практике здесь, в прошлом году, в декабре месяце, при выполнении ремонтных работ на реке Иртыш погибло два человека. Один подкользнулся, упал, его понесло течением. Второй пытался оказать ему помощь, разделся, бросился за пострадавшим. И оба человека погибли, потому что вода очень холодная. И хватило буквально нескольких минут, чтобы оба скрылись под водой. Что делать, если вы провалились под лед? Ну, хотел бы сразу предупредить, что самый страшный враг – это паника. Не теряйте самобладание. Даже плохо плавающий человек способен некоторое время продержаться на воде за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Не паникуйте, зовите на помощь и не погружайтесь под воду с головой. Раскиньте руки и постарайтесь избавиться от лишних тяжестей. Не делайте резких движений, не обламывайте кромку льда. Постарайтесь перебраться к тому краю пролома или полуни, где течение не унесет вас под лед. Пытайтесь опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками, а ногами в противоположный край пролома. Но вот здесь нужно вспомнить про те ножи, о которых у нас шел разговор. Как раз в данной ситуации вот эти ножи и нужны будут. Есть второй способ. Если пролом не слишком велик по диаметру, можно лежа на спине принять горизонтальное положение, упереться ногами в противоположный край пролома и перекатиться на безопасную сторону этого пролома. Двигаться в обратном направлении. Ползком одновременно призывая на помощь. Слайд 26. Двигаться нужно в ту сторону, от которой пришли. Нельзя допускать переохлаждения организма. Это когда уже выбрались. Поочередно снимайте верхнюю одежду, начиная с головы, отжимайте и надевайте заново. Но это в том случае, когда рядом нет каких-то жилых помещений. Лучше, конечно, после провала попасть в теплое место, где вам окажут помощь. Но если вы далеки от жилых помещений, пригодятся полиэтиленовые пакеты, которые надевают на босу ногу, руки и голову. Из-под снега на берегу частенько выступают стебли сухой травы, которые можно использовать как стельки для валенок, для обуви. Далее, быстрым шагом необходимо следовать к теплым местам. Постараться принять чай, кофе, растереться и переодеться. Что нужно делать при оказании помощи провалившейся под лед? Нужно обязательно помнить, что приближаться к пострадавшему следует лёжа, широко раскинув руки и ноги. Приближаться близко к пролому, к краю полыни, очень опасно. Поэтому, чтобы вытащить пострадавшего, нужно использовать любые подручные средства. Это могут быть верёвки, шнуры, жерди, доски, лыжи, любые лестницы, двери и так далее. Если под рукой ничего этого не оказалось, то 2-3 человека ложатся цепочкой, удерживают друг друга, приближаются к пострадавшему. Первый приближившийся к этой цепочке подаёт пострадавшему что-либо из одежды. Ремень, шарфик и так далее. Если есть промоины, бывает и такое, или битый лёд, при возможности можно использовать металлические шлюпки. Подчёркиваю, только металлические. Потому что резиновые в данном случае не годятся. Лёд режет эти шлюпки и немало случаев, когда люди вот именно по этой причине использования резиновых изделий просто-напросто гибли. Ну что ещё подчеркнуть необходимо? Строгое соблюдение мер предосторожности на льду. Главное условие предотвращения несчастных случаев во время игр и катаний на льду. Уважаемые дети и взрослые, Комитет по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что во избежание трагических случаев Первое. Коллективы, выезжающие на лёд для отдыха и рыбалки, необходимо коллективам, выезжающим на рыбалку, на отдых, необходимо согласовывать с подразделением водно-спасательной службы о выезде. Руководителям организации нужно назначать приказом ответственных за обеспечение порядка в пути и на водоём. А также необходимо подготовить необходимое количество дружинников спасательных. Для этого необходимое количество людей присылается на водно-спасательную станцию, где их готовят по специальной программе. Только соблюдение правил безопасности и установленного порядка на льду убережёт вас от непоправимых ошибок. Не оставляйте детей без присмотра. Примеров я подчеркиваю очень много. Один из них я приводил. Можно этот список продолжить. Будьте внимательны к окружающим. Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или происшествия на воде, необходимо позвонить по телефону 112. Немедленно. По возможности окажите пострадавшему первую доброчебную помощь. До прибытия врачей, скорой помощи и спасателей. Будьте внимательны к себе и к своему здоровью, а также к тем, кто вас окружает. Ну что, если нет вопросов, мне остаётся пожелать доброго здоровья и ещё раз напомнить о том, что нужно быть внимательным и дисциплинированным на зимних водоёмах. Всех благ. До свидания.